Если вы еще не забыли, Иисус собрал вокруг себя своих учеников, которые сидели возле него и впитывали каждое его слово, а немного подаль находился его народ. Может быть, не самые близкие, но кто знает, может быть, среди этого народа находились сейчас наиболее верные последователи, которые примкнули потом к ученикам Иисуса, увидев проявление заповедей, о которых говорит Иисус, в жизни его непосредственных учеников. Ибо ничто не убеждает нас так, как свидетельство жизни другого человека. И здесь программа Царства Божия или программа освящения, что в моих глазах одно и то же. Ибо Царство Божие не начинается после смерти, а еще при нашей жизни, с момента принятия нами Господа Иисуса Христа. Поэтому я думаю, что люди, которые собрались с Него, может быть, кто-то уже устал, может быть, кто-то уже уснул, но большинство продолжали слушать. А Иисус, исполнившись Духа Святого, как мы уже об этом говорили, говорил, «Не судите, чтобы вам самим не быть судимыми. Ведь сами будете судимы тем судом, каким других судите. И какой меру и мерите, такой и вам будет отмерено». В Мишне Авод 2.4 говорится, «Не суди ближнего своего, пока не окажешься на его месте». Мне очень трудно предположить, что составители Мишны умышленно брали слова у Иисуса. По той простой причине, что иудаизм того времени, более позднего времени, сформировался как более или менее явное антихристианское сочинение. Поэтому единственный остающийся вариант – это предположить, что Иисус записал, или Матфей записал то, что было на слуху у всех евреев того времени, совершенно очевидную истину, и Иисус не чурался. Для Иисуса определенные положения Его учения были не самоцелью, дабы сказать «Это я вам говорю, Иисус». Для Него гораздо важнее было довести до людей истину Божию. И если эта истина была уже расхожей и известной, ничего страшного, просто надо было подтвердить ее избранность своим авторитетом. Я хочу вам рассказать еще одну историю, которая, с моей точки зрения, очень интересна. История об одном человеке из Галилеи, тоже из Талмуда. И так этот человек спустился на юг и работал на некоего хозяина три года. И накануне судного дня сказал хозяину «Заплати мне, и пойду накормить жену свою и своих детей». И тот ответил ему «Денег у меня нет». И сказал ему «Работник, тогда заплати мне плодами». «Но у меня нет плодов», – сказал хозяин. «Ну, заплати мне землей», – возмолился работник. «Нету? Скотом? Нету? Заплати мне хотя бы постельными принадлежностями», – просил работник. Он услышал тот же ответ «У меня нет». Неробща, грустный, отправился этот работник домой и после праздника кущей навючил хозяин трех ослов и одного едой, другого питьем, третьего разными сластями и пришел к своему работнику. И после того, как они поели и попили, хозяин дал работнику его зарплату и спросил у него хозяин «А что ты подумал, когда я сказал, что у меня нет денег?» «Ну, я подумал, что тебе подвернулось какое-то выгодное дело, и ты вложил в него все свои деньги». «А что ты подумал, когда я сказал тебе, что у меня нет плодов?» «Я подумал, что с них еще не отделена десятина». «А что ты подумал, когда я сказал, что у меня нет земли?» Я подумал, что ты сдал ее в аренду кому-то. А когда я сказал, что у меня нет скота, что кто-то нанял его у тебя. А когда я сказал, что у меня нет постели, я подумал, что ты посвятил ее храму. И сказал хозяин, воистину, все так и было. Ибо я посвятил все имущество в доме своем ради того, чтобы сын мой Гуркан отправился на учебу изучать Тору. Теперь же сходил я в суд, и они отменили все мои клятвы. Так же, как ты нашел возможность меня оправдать, да будешь ты оправдан на небесном суде. И в трактате Сота 1.7 говорится, какую мерою меряет человек, такую мерою и ему отмерено будет. Талмуд дословно цитирует Матфея или, может быть, Матфей цитирует Талмуд. Суд сводится о том, что полезнее для человека думать хорошо о другом. Или сохранять в своем сердце презумпцию невиновности кого-то. Что толку, если вы о ком-то думаете плохо? Скорее всего, этому человеку, если он на самом деле грешник, от этого ни тепло, ни холодно. Но тот, кому вы причиняете наибольший вред горечью, это вы сами. Поэтому не судите преждевременно. И гораздо лучше думать о ком-то хорошо, ибо это даст гораздо больше благословения вам самим, чем тому, кого вы не любите или кого вы судите. Этот человек может и не знать об этом. Да что ему? Тем более, если он грешник. Но если вы сохраните в своем сердце эту горечь, и попытаетесь осудить этого человека вместо того, чтобы пытаться оправдать его, что называется, до последней капли возможностей и крови, поверьте, что с точки зрения Господа Бога и жизни для вас это будет наиболее благоприятным вариантом. Для вас. А собственно об этом идет речь. Что же? Продолжает Писание. Щепку в глаза брата твоего ты видишь, а бревна в собственном глазу твоем не замечаешь. Ведь как скажешь брату твоему, пусть ты дай я выну щепку из твоего глаза, у самого он глазу бревно, лицемер. Сначала вынь бревно из своего глаза, а тогда и разглядишь, как вынуть щепку из глаза твоего брата. Трактат Баба Батха. В Толмуд представлен диалог между судей и подсудимым, когда судья говорит подсудимому, вынь щепку из глаз своих. Очевидно, что этот афоризм был известен во времена эпохи второго храма. В хасидизме существует, например, мнение, что человеку никогда не открываются чьи-то недостатки, если этих недостатков нет в нем самом. Как я знаю, что кто-то взял и украл, если мне неизвестно, что такое кража? Как я знаю, что кто-то завидует, если мне неизвестно, что такое зависть? Когда мы обнаруживаем в ком-то грех, Господь Бог делает нам великую милость. Он тем самым указывает нам, что в нас существуют подобные грехи. Поэтому, дорогие мои, если мы встречаем грех в ком-нибудь, первое, что мы должны делать перед тем, как бежать и осуждать этого человека, это обратиться с молитвой Господу Богу, дабы Он избавил нас от этих грехов. Не давайте святыне псам и не бросайте жемчуга пред свиньями, чтобы они не растоптали его. Жемчужина – это всегда распространенный образ для слов Торы или учителей Торы. Раби Ильишая бен Абуя рассказывает, что он оставил веру, увидев в зубах у свиньи, отрезанный римлянами, язык раби Хуцпита, переводчика. Он воскликнул – уста, которые разбрасывали жемчуг, сейчас лижут прах. То есть, не бросать жемчуга перед свиньями, конкретно здесь, имеется в виду, не надо разбрасываться словами Торы перед людьми, которые отвергают и смеются, и попирают. Мы часто это называем агрессивной евангелизацией. Дорогие мои, наилучшая евангелизация – это евангелизация друзей Иова, когда они молчали в любви к своему другу. В тот же момент, когда они стали упрекать его, представляя свою праведность эталоном и образцом, произошла вот эта самая ситуация. Давайте помнить, что слово Тора или слово Писания и есть тот самый жемчуг. И мы им очень должны дорожить, прежде чем разбрасывать его налево и направо, называя, называя это, евангелизацией, хотя по сути это псевдо-евангелизация. Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и будет отворено вам, ведь просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворяет. Свойство Всевышнего всегда в том, чтобы отвечать на молитвенные просьбы. Не всегда так, как мы этого хотим, но молясь и отвечая на молитву, Господь меняет наше сердце так, чтобы мы могли принять его ответ, в том числе ответ, который не соответствует нашей просьбе. Но если сердце наше будет подготовлено, то и ответ его, естественно, будет по сути своей положительным, даже если он будет противоречить нашей просьбе, самой первоначальной просьбе. Если не есть среди вас такой человек, которого, когда сын его попросит хлеба, подал бы ему камень, или когда попросит рыбы, подал бы ему змею. Метод комментария, известный в иудаизме, который называется «каль вехонер», то есть тем более, от легкого к строгому. То есть, если ты попросил чего-нибудь менее важного, и отец тебе дал это, и то, вернее, если ты попросил чего-нибудь большего, и тебе отец дал, естественно, он тебе даст что-то поменьше. Но ведь все, что мы просим у Господа Бога, на самом деле, настолько нетрудно для него, что он, желающий для нас самого большего блага, конечно, может удовлетворить и все наши мелкие нужды, если он сочтет это нужным и необходимым. Так вот и во всем. Как хотите, чтобы люди делали вам, так и вы делайте им. Ведь это и есть вся Тора. Еще раз. Все учение Библии поступайте так, как вы хотели бы, чтобы люди поступали с вами. Честно. И это будет хождением в нашем Господе. Идите через узкие ворота, потому что широкие ворота и просторная дорога, вводящая в погибель, и многие идут ими. Или, например, следующие стихи. Берегите служеб пророков, которые приходят к вам, нарядившись овцами, а внутри же их волки, и тоже по плодам узнаете их. Ведь не собирает с терновника виноград или с репейника и жир инжир. Так и всякое дерево доброе проносит плоды добрые. В раввинистической литературе постоянно есть требование избегать так называемой внешней праведности или внешней справедливости. Книга Зор, например, говорит, что человек, у которого внутреннее не соответствует внешнему, лучше вообще не заходить в дом учения. В медрачах часто внешнее праведное передается метафорой плащ праведности. Мы часто говорим одежды праведности, подразумевая нечто положительное, и действительно это можно делать. Но мы понимаем, что существует внутренняя праведность, осуществует так, а, к сожалению, очень часто мы людям показываем праведность внешнюю. И поэтому не всякий, говорящий мне Господи, Господи, или Господин мой, войдет в Царство Небесное, но, еще раз, только исполняющий волю, не говорящий, не чувствующий, не осязающий, не представляющий, не призывающий, но исполняющий волю Отца Моего. Многие придут ко мне и скажут, мы не произносили пророчесть, не Твоим ли именем мы изгоняли бесов, не Твоим ли именем мы совершали чудеса, и я скажу им, я никогда вас не знал, отойдите от меня прочь, делающие беззаконие. Я могу рассказать очень много историй из Талмуда, из новозаветных времен, из наших времен, когда люди делают чудеса своей силы, я не знаю, чьи силы они делают чудеса, претендуя на этом некую избранность от Господа Бога, не на этом, а вот, род лукавый и пролюбодейный ищет чудес, не будет им дано никаких знамений, кроме знамений Иоанна Пророка, то есть три дня, три ночи в гробу, воскресение и новая жизнь, в этом суть того, что мы имеем. Если кому-то этого недостаточно, мне остается только сожалеть о таком человеке. Элиша Бен Абуя говорит, человек, сотворивший много дел и посвятивший много времени изучению Торы, кому он подобен? Он подобен строителю, который положил в основании своего дома большие камни, а сверху стал строить ряды кирпичей, и когда поднялись воды, даже когда залезло землю, смог устоять его дом, а человек, который полон учения, но не имеет добрых дел, кому он подобен? Он подобен тому, кто построил основание из кирпичей, а сверху положил камни, и с первыми же потоками добрушился дом его. Вам это ничего не напоминает? Мне да. Не имеет ни малейшего значения, каким замечательным, поразительным по своей красоте доктринам вы научены. Если в вашей жизни вся ваша доктринальная значимость и мудрость не выразится простой любви, состраданий, умении промолчать, умении смирить себя, отдать другому то, что нужно тебе, а не лишнее, грош цена в буквальном смысле слова этой праведности, которую мудрецы Зора правильно называют плащом праведности. Все дивились тому, как говорил Иисус, ведь Он учил их как обладающие властью, а не как книжники с фарисеями. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tvseminary.com Мы завершаем изучение Нагорной проповеди и самый последний абзац он очень важен. В традициях евреев и раввинов всегда было ссылаться на кого-нибудь другого. Раби Ханания учил именем Раби Абая, именем Раби Зуты, именем Раби Агайи и так далее и так далее. Иисус никогда не употребляет этой цепочки. Он говорит не продлевая и не указывая что он получил учение от какого-нибудь другого человека. Поэтому люди которые присутствовали там говорили вау здесь что-то особенное. Он учит как власть имеющий то есть как получающий власть к толкованию непосредственно от Господа Бога а не как книжники и не как фарисея. Его учение осталось тем же сегодня для нас. И очень хотелось показать вам что оно не возникло на пустом месте и если это хоть немножко удалось для нас это важно сегодня потому что сегодня его учение тоже не на пустом месте и точно так же обращается к нам. И мы должны помнить что это учение от власти имеющего посланного Господом Богом и представленного нам самим Господом Богом у нас есть привилегии знать это учение и от нас зависит будем ли мы его исполнять ибо только исполняющий волю Отца Небесного войдет в его царство чего я вам искренне от всей души желаю. Окрестности Венесарецкого озера место на горной проповеди нашего Господа. Шалом. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. ТВ-семинария. Продолжение следует...